Бутылки, бумажки, даже старые покрышки. Чего только не таит в себе гладь озера Сиваш. Между прочим, Сиваш с крымско-татарского переводится как грязь. С виду и не скажешь, озеро радует глаз. Но, к сожалению, оправдывать название водоем заставляют сами отдыхающие. А вот дайверы центра «Пятый элемент» наоборот. В свободное от работы время ратуют за чистоту. Не ленится нырнуть поглубже, но достают не затонувшие сокровища, а самый обычный мусор. При поддержке отдела экологии администрации Щелковского района участники общественного движения «Экодрайв» провели акцию по очистке водоемов. Мы начинаем с этой площадки и будем уходить в сторону от нее, по крайней мере в тех местах, где видны следы активности граждан, где они отдыхают, где они могут подойти к воде и так далее. Соответственно, там и будет находиться мусор. В администрацию обратился Щелковский дайвинг-клуб «Пятый элемент» и предложил на безвозмездной основе почистить ряд водоемов Щелковского района. Соответственно, мы откликнулись на их просьбу, предоставили мешки, перчатки. Будет установлен контейнер для сбора крупногабаритного мусора. И сегодня здесь пройдет очистка. На самом деле, уборку дайверы начали еще на суше. Уже на берегу удалось собрать порядка пяти больших мешков мусора. Затем обошли береговую линию по воде и сделали несколько погружений. Тут улов тоже был внушительный. Вот так выглядят, так сказать, дары озера Севаш. Большинство из этих подарков, как ни прискорбно, скорее всего, оставлены местными жителями, которым хотелось бы напомнить. Хоть весь этот мусор и укрывает гладь озера, он никуда не исчезает, продолжая отравлять нашу экологию. Весь мусор складировался в контейнер, предоставленный районной администрации. Он будет вывезен для утилизации. Такие акции дайверы проводят ежегодно. В этот раз работы по очистке затронут Чкаловский пруд и Амеревский карьер. Там участники экологического движения также позаботятся о создании особой экосистемы. Для улучшения состояния воды мы размещаем там деревья, старые деревья, которые уже отжили свой век здесь, на земле. Мы их там помещаем и даем основу для размножения вот этой ракушки, которая чистит воду. Для доломитового карьера вот эти вот деревья, они являются так называемыми искусственными рифами. Потому что нам известно, что в этом водоеме есть популяция таких моллюсков, которые селятся на деревьях, на камнях. И в процессе своей жизнедеятельности они перерабатывают планктон. В тех местах, где на карьере затоплен лес, там потрясающая видимость. В следующем году дайверы также планируют провести аналогичную акцию. Скорее всего, в июне к ней может присоединиться любой желающий, помочь в наведении чистоты на суше. Ну или как минимум каждый должен внести такой вклад, выбираясь на природу, не оставлять после себя мусор. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».